В Красноярске началась активная работа по подготовке к Новому году. Наступающий год объявлен годом народного творчества и нематериального культурного наследия. Поэтому тематика «Украшение города» — это народные традиционные сюжеты, исконное русское творчество, сказки и былины. «Красовская елка» — она самая всегда первая в городе. Самая лучшая, самая интересная, самая красивая. В Советском районе в разгаре строительство ледового городка. Название у него говорящее — чудо-чудное, диво-дивное. Ледовые композиции будут изображать сказочных персонажей. В декоре будут использованы мотивы кжели и хохломы. Наш ледовый городок мы стараемся делать максимально интерактивным. Это значит, что не просто ледовые горки у нас тут есть. У нас каждая горка представляет собой какое-то интерактивное действие. Или это лабиринт, или это фотозона, или вот такой замечательный здесь у нас змей Горыныч с крыльями. То есть у него отдельно будут крылья. Центром народных гуляний станет самая высокая елка в Красноярске. 46-метровая красавица переехала в этом году из Центрального района в Советский. Фигуры будут подсвечены изнутри и снаружи, а также раскрашены специальными красками. И мы придумали такую фишку, что фигуры у нас будут разноцветные, потому что лед сам по себе серый, скучный, а когда он раскрашен, это будет уже другое новогоднее настроение. В ледовом городке появятся горки, лабиринты, фотозоны и прогулочные тропинки. Строители планируют завершить монтаж ледовых глыб в ближайшее время. И тогда за дело примутся скульпторы ледовых фигур. Художник этих фигур – это Евгений Кузнецов, тоже известный художник в городе, который занимается ледовыми фигурами. Ледовый лабиринт обещает стать самым масштабным элементом городка. Он будет посвящен деревянному зодчеству. Максимально, конечно, мы заботимся о безопасности ледового городка, соблюдая необходимые все требования, ГОСТы, и планируем сертифицировать все наши горки. Жители города с интересом наблюдают за строительством городка. Скорее всего, все работы будут завершены в 20-х числах декабря. Надеемся, что сибирская зима позволит как можно дольше насладиться результатами работы художников и скульпторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова